доброго времени суток дорогие мои слушатели сегодня я отвечаю на вопрос который мне задали из киева и это правильный вопрос и очень интересный вопрос о том как правильно разобраться в том правильном ли ты пути находишься и сколько нужно заниматься и делать определенное нечто что вы делаете или это процедуры или это яды или это предположим всевозможные манипуляции какие-то сколько это надо делать чтобы убедиться в том что они не приносят успеха смотрите может быть это и сложный будет ответ сейчас а может быть легкий потому что те кто стоят на пути к истине да они меня поймут вселенная не живет по законам вашего желания вы профуткали какой-то отрезок своей жизни а теперь хотите за два дня вернуть себе здоровье мне недавно задали вопрос а скажите пожалуйста клизмы надо делать месяц или можно пол месяца делать невзирая на то что дав своих видео я постоянно говорю что 9 лет занимаюсь собой да я получил результаты но это титанический труд в любом другом случае меня боже давным-давно давно съели бы червячки в могилке а вот и настя бы плакала поэтому учитывая то что я люблю настю и себя поэтому я занимаюсь собой так вот отвечая на вопрос сколько надо времени для того чтобы разобраться в том на правильном ли вы пути по выбору определенного как сейчас можно модно говорить как как они называют это протокол да такое идиотское слово ну да ладно если она люди людям нравится то значит я и буду то самое я однозначно могу сказать у меня термин но я что-то делаю это где-то год вот я вот делаю делаю и жду будут ли какие-то результаты позитивные ли негативные ли но хоть какие-то результаты если этих результатов нету я не возвращаюсь к этому как например с вопросом в моем случае как с вопросом чага хотя она может быть да но мне лично она не дала никакого результата настя тоже поэтому мы отказались от чаги вот поэтому сложность этого комплексного подхода к самому себе ведь этот комплексный подход включает и физиопроцедуры и занятия спортом и клизмы и различные манипуляции о которых я рассказываю на своих занятиях конкретно сидя напротив человека под вы же прекрасно понимаете есть разница между девушкой в 27 лет или как для меня в 42 для меня эта девушка понимаете учитывая то что мне 63 или даже девушка в 48 это большая разница чем предположим бабушка 80 хотя у меня на занятиях была и 80-летняя бабушка до которой было просто интересно о чем я говорю и это большая разница когда ты видишь лицо когда я вижу лицо человека когда он сидит напротив меня до и я им занимаюсь непосредственно естественно тогда можно давать какие-то вопросы если предположим мы говорим о опухоли девушки в 40 лет и об опухоли с метастазами человеку или женщине в 75 то это большая как говорят в одессе разница поэтому еще раз повторяю я много времени отвожу на какой-то определенный сегмент например клизмы с перекисью и содой я делаю все время все 9 лет я делаю и я делал уже на эту тему видео я говорю это базовая штука она конечно не решает всего это понятно существует еще много другого но я делаю это постоянно поэтому на каждый определенный протокол если он как таковой есть даже если этот протокол входит в комплексную систему все равно на это я трачу где-то год для того чтобы только понять вообще надо этим пользоваться или не надо я думаю что я дал в разумительный ответ на эту тему желаю вам здоровья на сегодня все